Трудные места писания Такая логическая задачка Шутка Критин не всегда лгут Сказал критин И получается, если он сказал правду То критин не всегда лгут И он солгал А если он солгал, то критин не всегда лгут И тогда получается Он опять солгал Да Такая логическая шутка На самом деле она может быть Немножко про квантеры Квантеры это слово, которое определяет Все некогда, иногда, часто Многие В речи их редко используют А из-за этого происходит много недопониманий Вот в обыденной жизни Можно сказать Мальчишки любят играть в войну А мой не любит А девочки тоже некоторые любят играть в войну Хотя не так часто Ну это обобщение То есть большинство мальчиков Любит, или скажем, больше мальчиков Чем девочек любит Может быть в этом смысле понять Крити не лгут чаще, чем Афиняне или спартанцы Да, допустим Крит это остров, населенный греками До сих пор так Но, ладно А зачем Павел это все использует? Зачем ему эти логические шутки? И вообще Слушайте, это же Hate speech Не так ли? За это банят в соцсетях Если там напишут, что Такой-то народ Что-нибудь там плохое Да? Очень быстро прилетают баны В общем, правильно Потому что Зачем сеять межнациональную рознь И говорить Плохое А из того, что в некотором народе Есть люди Делающие плохие вещи А это справедливо Про любой народ Нельзя делать вывод Что все Квантеры Что все представители Этого народа Такие же плохие люди Ладно, прочитаем В синодальном переводе Отрывочек Во-первых Почему критине Но я сразу поясню Что Тит, судя по всему Был руководителем Христианской общины Предстоятелем Как принято говорить На Крите Поэтому для него Важно познакомиться С нравами Крита Ибо есть много Непокорных Пустословов И обманщиков Особенно изобрезанных В смысле иудеев Каковым Должны заграждать уста Они развращают Целые дома Уча чему не должны Из постыдной корысти Из них же самих Один стихотворец Сказал Критине всегда лжицы Злые звери Утробы ленивые Свидетельство Это справедливо Ничего тогда Павел пишет Критскому Как бы мы сегодня Сказали Епископу Но и Павел Это слово Использует иногда Какие же сволочи Эти критине Ты сам посуди Среди кого тебе Жить приходится Это же ужас какой Да Как-то прямо Такое даже Читать не хочется Да и кроме того Он сказал Не стихотворец А вообще-то Он сказал пророк Профетес Это цитата Из эпиминида Какого вы думали Критского Ничего себе Патриот Своей критской родины Жил он в шестом-пятом веках До нашей эры От него дошло Крайне мало Но его очень почитали Считали чудотворцем Божественным мужем Его называли Плутарх И многие другие И как всегда Вот такие вещи Доходят Обычных пересказах Цитатах Так и в данном случае Вообще на него Указывает Ираним Стридонский Так Ну вообще просто Приехали полностью Уже Мало того Что Павел Занимается Такой ксенофобской Риторикой Про людей Среди которых Будет жить Его ученик И помощник Тит Дальше он цитирует Языческого Некоего жреца В качестве пророка И вообще Зачем это все Ну Слушайте Это может быть Конечно Риторическая фигура Это может быть Некоторая Такая Ироническая фраза Но Что они сами Про себя говорят Ну ты послушай Дальше Я не буду приводить Параллели из современности Сами найдете Русские анекдоты Про русских Еврейские Про евреев Украинские Про украинцев Там я не знаю Латышские Про латышей Все это Можно найти И конечно В этих анекдотах Обычно обыгрываются Не лучшие Так скажем Человеческие качества Которые Ну Не то что Приписываются Целому народу Но Звучит вот так Вы знаете Вообще Среди наших Есть такое Да вот Отводится у нас Это Ну Что поделать Может быть Этот самый Замечательный Наш Эпименит Критский И так же Точно критикует Своих Но не ненавидя их А как бы С такой Усмешкой Улыбкой Горькой Может быть Немножко Говорит Да вот Любят у нас Такие вещи делать Лгать Лентеев Среди нас много Но зачем Тогда Это использовать В серьезном тексте Вы знаете Здесь есть еще Одна Очень интересная Вещь Пожалуй Мы впервые Видим Чтобы Павел Прибегал Для цитирования К Ну не впервые Но Немного Таких случаев Когда он Прибегает Для цитирования К Собственно Античным Авторам И Можно сказать Ну а что Мало Священного Писания Там правда Прокритин Почти Ничего Нет Или По крайней мере Нельзя доказать Что это Прокритин Там Некоторые места Может быть Связаны С Критом Но Это неоднозначно Понятно Но Зачем он Это делает Как он Оправдывает Это свое Отступление От Библейских Цитат В сторону Примитивной Языческой Классической Греческой Литературы А вот и Непримитивной И в дальнейшем Как раз Мы не раз Будем видеть В истории Христианства Как именно Греко-римское Классическое Наследие Становилось Источником Не просто Отдельных Цитат Но целых Философских Схем Понятий В конце концов Догматика Христианская Построена На греческой Философии Сущность Ипостась Это все Греческие Философские Термины И Павел В каком-то смысле Закладывает Эти основы Потому что Среди критин Будь как критин Критинин Но не в смысле Лживости Лени и прочего А в смысле Культурного багажа Говори с ними На их языке Вышучивай их Используй Для подколок Их же автора Понимаете В чем разница Если я буду говорить Ну мы-то с вами Мы люди Вот Благородная Национальность А эти Фу Некрасиво Это ксенофобия Это шовинизм Это вот то За что банят И в общем-то И по уголовной статье Можно оказаться Обвиненным Но Если я говорю Слушайте Ну мы же знаем С вами У нас вот У нас в России Две проблемы Дураки и дороги Да Это наша проблема Это не значит Что мы плохие Но вот есть у нас такое И что с этим делать И в каком-то смысле Это означает Я не знаю Честно сказать Кто был Тит По происхождению Очень похоже Что и сам он был Скрытый Но это как бы Не на сто процентов Вот Что Говорить изнутри Иронично О своей национальности Вполне допустимо И это как раз Служит прививкой Против этого Самого Шовинизма Против вот этого Агрессивного Национализма Мы великие А вокруг нас Ничтожные Наши враги С которыми Мы вечно будем Воевать Да И Одновременно Какой-то реализм Да То есть Ты же понимаешь Каковы люди И очень резко Он говорит Куча Куча людей Негодных Тебе придется С ними Взаимодействовать И Обратим внимание Чуть выше Я прочитаю Причем свой перевод Начиная с 7 стиха Тит Первая глава С 7 стиха Епископ А это вот Тит Как раз в данном случае Да Управляет Божьим народом И должен быть безупречен Выбирая из тех Кому привычно Не дерзать Гнев Пьянство Драки И бесчестная нажива А гостеприимство Доброжелательность Благоразумие Справедливость Чистота Умеренность Пусть он сохраняет То верное слово Которому был научен И может наставить Здравое мучение И обличить тех Кто ему противится Много ведь есть Среди непокорных Болтунов И обманщиков Особенно Среди обрезанных Нужно Затыкать рот Тем кто сбивает С пути целые семьи Кто учит Чему не следует И все ради Бесчестной наживы Был среди них Один пророк Сам язык числа И он сказал Крити не лгут Всегда Злые звери Лентя и обжоры Это пророчество Истинное И потому обличая их Сурово Чтобы обратить И к здравой вере Смотрите Сам епископ Должен быть Прямо ангелом Божьим Во плоти А живет он Среди таких людей И Почему он должен быть таким А чтобы им помочь Такими стать И первый шаг К тому Чтобы им помочь Такими стать Показать им Что у них Не все здорово Причем Может быть Самый простой способ Это показать Ну не знаю Вот Как русский человек Я бы Лермонтова Процитировал Прощанием Это Россия Страна рабов Страна господ Написано С любовью С горечью Боли Но и любовью Не в смысле Россия плохая А там скажем Польша хорошая Или Я не знаю Татары хорошие А не русские Нет Не в этом смысле Вот есть у нас Такая проблема Вот есть у нас Эта боль И нужно Эту боль увидеть Ее ощутить своей И начать с ней Что-то делать И может быть В этом смысле Как раз Цитаты Из классического Греческого автора Который Очень почитался Причем Не просто как автор Но именно Как некий Духовный авторитет Пророк Божественный муж Как его называли Она действительно Одновременно Подсказывает Что и в этой культуре Не все плохо Что из нее Тоже может быть Что-то взято И оно было взято В дальнейшем Ну а может быть Я уж слишком Усложняю все И речь идет Просто о такой Страстной речи Страстной В хорошем смысле Слово Которая Использует Любую возможность Чтобы Передать свою мысль И Павел здесь Если и резок То Во всяком случае Не зол А скорее ироничен Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись Этим видео Субтитры сделал DimaTorzok